Показать сегодня в передаче военный санаторий Адлер мы решили по двум обстоятельствам. Прежде всего потому, что в марте эта здравница, одной из первых на курорте, стартует в сезон 2003 года. Приезжают сюда на отдых и лечение в основном военные летчики и члены их семей. Едут с удовольствием, потому что санаторий для них почти родной дом. Здесь они чувствуют себя желанными гостями в любое время года. Хозяева стараются создать для летчиков, их жен и детей максимум уюта и удобств на всей территории, именуемой санаторием Адлер. И прежде всего в жилых номерах. Большей частью они двухместные со всеми удобствами, с привычным набором предметов обихода. А вот номера люкс, обставленные дорогой мягкой мебелью, уже примета последних лет. Здесь останавливаются те, у кого есть возможность ни в чем не отказывать себе на отдыхе. Ну а второе обстоятельство, благодаря которому мы включили этот сюжет в передачу, связано с тем, что начальнику санатория Владимиру Даниловичу Астапишину сегодня исполняется 50 лет. Возглавляет он коллектив с 89-го года прошлого века. Первое, что я задумал и первое, что я сделал, это, конечно, в корне поменять качество обслуживания и качество медицинских процедур летно-подъемному составу. Потому что тенденция к, так сказать, восстановительной медицине в 80-х годах шла на уболь. И вот мне хотелось вот именно поднять уровень восстановительной медицины, реабилитологии для нашего контингента. Это летчики, которые, в общем-то, служат и проходят военную, действительно военную службу в отдаленных гарнизонах для членов их семей, где зачастую не имеет и поликлиники, какие-то амбулатории и все, где могут оказать посильную помощь. Вот именно тем людям, которые прибывают в наш город и на наш курорт, оказать те виды процедур, те виды услуг, которых они нигде никогда не воспользуются, будучи у себя на службе. Лечебная база санатория «Адлер» заслуживает особого внимания. Здесь есть буквально все, чем славятся лучшие сочинские здравницы. В ванном отделении масса различных процедур. Здесь применяют лечебные соли, начиная от ядобромных и кончая лепестками роз. В этом году получена новая установка для жемчужных ванн. Все эти процедуры не только приятны, но и максимально полезны для здоровья. Отличные результаты дает применение адлерских иловых грязей, обогащенных мацестинской сероводородной водой. Уже второй год в санатории работает кабинет мониторной очистки кишечника. Сегодня эта процедура весьма популярна у отдыхающих. Постоянно пополняется новыми приборами и установками отделений физиотерапии. К физиотерапии обычно принято относить электро- и светолечения, ультразвуковую терапию, водо- и теплолечения. Все эти методы помогают справиться с воспалительными процессами, восстановить нарушения сна, улучшить настроение. Стоматологический кабинет оснастили в этом году новейшей установкой, удобной, красивой. Такие еще совсем недавно были мечтой российского стоматолога. Все лечебные процедуры назначаются после тщательного обследования пациентов. Для этих целей используют самые современные методы. В отделении функциональной диагностики есть уникальная возможность проверить работу сердечно-сосудистой системы, определить уровень тренированности сердечной мышцы и порекомендовать человеку тот двигательный режим, ту нагрузку, которая его сердце способно выдержать. Многие врачи санатория ведут научную работу, используя свои практические наработки для диссертации. Сам начальник санатория 4 года назад защитил докторскую по теме санаторно-курортная реабилитация. У меня есть ученица Наталья Федоровна Аргунова, которая эту тему восстановительного реабилитационного отдыха на нашем курорте продлила и раскрыла эту работу в дерматологии. Это врач-драматолог военного санатория Чемитакваджи, которая на протяжении 5 лет занималась непосредственно этой проблемой. Приятно иметь своих учеников. Приятно, когда вот так все удачно складывается на научном поприще. Но все-таки главная забота любого руководителя – хозяйственные дела. Их всегда хватает, особенно весной. К нынешнему сезону решили реконструировать сауну. Гости этого санатория не упускают возможности посидеть в горячей парилке, а затем окунуться в прохладные воды бассейна. Ремонтные работы еще ведутся и на одном из этажей спального корпуса. Скоро здесь будут даже двухэтажные номера. А вот фитокабинет уже давно полностью готов к приему гостей. Где надо подбелено, подкрашено, подремонтировано. Травяные сборы подобраны на все вкусы и на все случаи жизни. Конечно, без хороших помощников трудно было бы начальнику санатория успешно вести такое большое хозяйство. Здравница хоть и ведомственная, но бюджетных средств на все не хватает. А чтобы жить не хуже, чем соседние санатории, приходится зарабатывать, продавая часть путевок по коммерческим ценам. От экономического отдела как раз во многом и зависит рентабельность здравницы. Работы много, хотя о ней мало кто ведает. Да, собственно, здесь у каждого свой конкретный пост, и каждый вносит свой вклад в создание имиджа благополучной здравницы. И все же весь коллектив, как говорят в авиации, это ведомые, а ведущий один. Начальник санаторий, который 3 марта отмечает полувековой юбилей. А вот что касается вообще в жизни, вы везучий человек? Наверное, везучий, потому что меня окружают настолько приятные и хорошие люди, что, в общем-то, мне всегда по жизни везло. Семья? Семья, прекрасная семья. У меня очаровательная, прекрасная супруга, сын, слушатель Академии Минижуковского 4 курса, занимается радиоразведкой. И, в общем-то, по жизни мне всегда везло. И я рад, что, в общем-то, вроде юбилей, но мне кажется, что это как будто было бы вчера. В протяжении нескольких десятков лет я постоянно занимаюсь. Я постоянно плаваю, я постоянно занимаюсь спортивными играми какими-то, какие мне больше нравятся. Или футбол, или большой теннис, или какие-то маршрутные, малый, ближний туризм. Вот это мне очень нравится, я всегда этим занимаюсь. И я думаю, что 50 лет – это не критерий жизненного, так сказать, долговечия. Может быть, и 100 лет, и 200 лет. Но я думаю, что 50 лет – это один из этапов и один из промежутков нашей жизни. Спортивная тема в этом санатории – особая статья. Отдыхающим есть чем заняться и на морском пляже, и на открытых спортивных площадках, и в зимнем просторном спортзале. Сотрудники же санатория «Адлер» поддерживают спортивную форму, занимаясь футболом. А насколько успешно, можно судить по этим наградам. Друзей много? Много. Я счастливый человек. Ждете? С удовольствием жду. И, в общем-то, всегда рад, когда они посещают, особенно, конечно, на торжества, юбилея. Сегодня утром в военном санатории «Адлер» состоялось торжество прежде всего по случаю открытия курортного сезона 2003 года. А затем самые сердечные поздравления в связи с юбилеем получил и начальник санатория, полковник медицинской службы Владимир Астапишин. Вот в связи с этой датой вспоминаются слова американского писателя Эдварда Бока. Он писал, «Настоящая жизнь начинается в 50 лет. В эти лета человек овладевает тем, на чем основываются истинные достижения. Приобретает то, что можно отдавать другим. Познает то, чему можно учить. Расчищает то, на чем можно строить. Успехов Вам, Владимир Астапишин!